Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы с вами рассмотрим статью об уровнях сознания. Не подумайте, что это какая-то мистика, это чисто философская концепция, которая производит, в общем-то, деление сознаний разных людей на несколько, в общем-то, категорий, уровней. Это не мистические уровни, это вполне практические уровни, выстроенные по критерию творчества, по критерию даже не столько творчества, сколько продуктивного мышления. Да, человек может производить какие-то идеи, и вот по этому критерию я создал свою, собственно, иерархию уровней сознания. Так, перечислим эти уровни довольно-таки вот так вот кратко. Это безумное сознание первое, которое ничего не может производить, сознание адепта, дорабатывающее сознание, комбинирующее сознание, создающее сознание и нулевое сознание. Кратко рассмотрим их. Безумное сознание – это сознание человека-безумца. Ну, то есть, не в прямом смысле, не любого безумца, конечно. Бывают гениальные якобы безумцы, которые могут создавать, нет, это сознание человека умственно отсталого. Человек, у которого произошла полная деменция мозга, он даже запоминать не может чьи-то концепции. Это, в общем, сознание больного человека. Он не может не только создавать концепцию, не может их даже повторять. И это проблема для него. Следующий уровень сознания – это сознание адепта. Адепт – это человек, который просто верит, но не может внести никакого вклада в свою деятельность. Сиентисты – тоже адепты, поклонники науки – вот тоже адепты, если они ничего не вносят в науку. Даже не то, что ничего, даже если они чуть-чуть вносят в науку, они все равно остаются адептами. Нужно быть очень продуктивным ученым, чтобы выйти за пределы адепта, например. Ну, адепты есть у всех религий, у различных философских течений адептов очень много. Адептов обычно большинство. Нередко такие люди занимаются ремеслом каким-то. Они, может быть, поэт, писатель, инженер, строитель. По-ноу-моции, это они таким образом, что не могут придумать ничего качественно нового. Но это нормально. Таких людей должно быть большинство. Это материя любого учения. Это материя любой религии, собственно. Без этих людей невозможно построить большую работающую систему. Продолжаем. Следующее сознание – это сознание дорабатывающее. Ну, такое сознание – это сознание передового специалиста в своей области. Тут речь пойдет о лучших ученых, богословах, буддистах и довольно посредственных философах. Да, потому что дело в том, что философы сами по себе деятели с философами, то есть мыслителя – это мыслить. Мыслить, мыслить, мыслить продуктивно прежде всего. И если человек мыслить недостаточно продуктивно, то он скорее вот дорабатывает. Дорабатывает, да. Поэтому он посредственный философ в данном случае. Впрочем, это можно перенести на любое ремесло, инженерию, медицину и другие области, где реально происходят какие-то уникальные открытия. И люди действительно показывают нечто раньше невиданное, невероятное. И вот дорабатывают общую концепцию. Главное свойство дорабатывающего сознания – это то, что вот это вот именно сознание, оно принимает ту или иную концепцию. Оно не против той или иной концепции в целом. Ну, например, богослов верит в христианство, но он может создать какое-то его ответвление, какие-то идеи додумать в рамках вот этой всей концепции большой. И все будет хорошо. Да, он действительно доработал, он применил немного творчества и хорошо. То же самое в науке. Передовые ученые, прежде всего, владеют дорабатывающим созданием, потому что они признают всю парадигму науки, но добавляют что-то свое немного. Вот так и работает наука, в том числе на дорабатывающем сознании. Это сознание частное, которое идет по ступенькам от одного к другому, к следующему и так далее, постепенно переходя к лучшему, к частному и дальше, дальше, дальше. Но есть более высокий уровень сознания, это комбинирующее сознание. Это сознание, то есть, оно эклектическое, оно собирает в себе разные учения и комбинирует их, создает уже существующих элементов то или иное учение. Это учение является оригинальным. То есть, при доработке, на прошлом уровне сознания, все изменения, вносимые адептам, человекам, верящим в ту или иную концепцию, они не настолько значительны, чтобы создать другую систему взглядов. Комбинатор создает новую систему взглядов, но просто из уже существующих элементов. Например, Платон, Аристотель, скорее комбинаторы, то есть, они обладали комбинирующим сознанием, потому что они создали большую, большую сумму, сумму греческого учения и каждый поместил ее в свое учение. Получилась идеальная, хорошая эклектика, которая в итоге заработала у обоих этих авторов по-своему, правда. Да? Так, продолжаем. Есть еще и создающее сознание. Это следующий уровень. Это создание, сознание того философа, который может создавать некоторые элементы мнений. Ну, то есть, это совершенно одинаковые элементы, которые производятся экс-михелом. То есть, из ничего. Вот, не было мнения, и оно внезапно появилось. Не было даже предпосылок в культуре для того, чтобы оно появилось, и оно все равно появилось. Вот это, вот так работает создающее сознание. Оно должно быть, без него просто мир существовать мыслительный не может. Потому что иначе откуда берутся идеи? Из космоса? Из от Бога? Какого-нибудь, от Бога, какого-нибудь, может быть, нет? Нет, скорее всего, идеи придумывают все-таки люди. Если мы согласны с тем, что идеи придумывают люди, то создающее сознание, оно с необходимостью должно существовать у некоторых из них. Потом, из создающего сознания, подхватывают, идеи создающего сознания подхватывают люди, которые обладают комбинирующим сознанием. А потом люди уже, основываясь либо на комбинирующем сознании учений, либо на создающем сознании, на любом из этих двух учений, уже включаются дорабатывающие сознания. И они дорабатывают полученные учения. А потом адепты набираются и так далее, и так далее, и так далее. Другое сознание не учитывается здесь. Да, все это как бы прекрасно, это такая большая связанная система, цепочка. Создающее сознание создает элементы, комбинирующие их комбинируют. Иногда все это происходит вместе, некоторые авторы создают и комбинируют. Ну, то есть, да, переход происходит. Ну, просто два вот этих пункта нужно было обязательно выделить. Есть еще и нулевое сознание. Это нетронутый чистый лист, абсолютная пустота, но и одновременно отражающее зеркало. Это то сознание, которое позволяет в себе вместить большое количество создающих сознаний. Человек, обладающий создающим сознанием, создал что-то одно или несколько идей, совместил их, у него получилось уникальное учение, и он в него верит. А человек, обладающий нулевым сознанием, не может поверить в одно учение, не может поверить в комбинацию учений, не может поверить в дорабатывающие всякие методики, и от этого стать не может. Зато он может разрабатывать бесконечное множество возможных учений. И для него это не будет какой-либо большой проблемой, идеологических проблем в голове не будет, противоречных не будет. Просто это то сознание, в котором возможно создание безмерного количества вариантов учений. И вот такие вот люди, люди нулевого сознания, они герменефты, они в общем нужны для понимания, понимания вот всех вот этих вот уровней сознания, и людей, которые обладают ими. Собственно, еще раз замечу, чтобы вы обязательно запомнили, вот это вот деление, оно основано буквально на тезисе о том, что у нас есть продуктивное мышление. Вот по степени продуктивности вот так вот можно разделить уровни сознания. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok